Медучреждение без очередей, комфортная запись на прием к врачу, электронные больничные рецепты. С 2018 года в Чувашии будет реализован проект создания новой модели медицинской организации. Ее перспективы обсудили сегодня на Совете по стратегическому развитию при Главе Чувашии. Доброжелательное отношение к больным, переход на электронный документы оборот и комфортная логистика внутри поликлиник. Новая модель медицинской организации будет прежде всего пациента-ориентированной. В результате обрабатывания новой модели поликлиник планируется сократить время оформления записи на прием к врачу не менее чем в три раза. Сроки прохождения первого этапа диспансеризации до двух дней. Сегодня есть у пациентов вопросы по этому поводу. Время ожидания пациентов у врача кабинета не менее чем в три раза. Одна из задач проекта – оценка несовершенств системы здравоохранения, а также выявление факторов, которые мешают эффективной работе медиков. У нас какая картина? У нас в самих стационарах уровень удовлетворенности оказания медицинских услуг на уровне 95%. То есть человек, который лежит в стационаре, он практически получает ту услугу, он доволен. У нас, наоборот, в поликлинической службе 60-70% людей недовольны. Недовольны в том числе из-за того, что мы не умеем правильно, грамотно наладить ту работу, которую сегодня народ хочет увидеть. В результате переведенных соцопросов проблемы здравоохранения остаются одной из востребованных примерно на уровне жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году проект будет реализован в 10 поликлиниках республики – в Чебоксарах и Новочебоксарске. А уже с 2020 года и в остальных медучреждениях Чувашия. Самое главное – повысить качество оказания услуг и уровень удовлетворенности пациентов. Процессами организации работы поликлиник 45,7% представленных на слайде до 70% к 2022 году. Сегодня на большой пресс-конференции Владимиру Путину также задали вопрос о развитии системы здравоохранения. Глава государства подчеркнул – в стране уже сделано немало для того, чтобы качественная медицинская помощь стала доступнее. Однако необходимо продолжить работу в этом направлении. Для этого нужно увеличивать государственное финансирование отрасли. В следующем году оно будет составлять 4,1% от ВВП. Анастасия Евгеньева, Никита Углев, Вести Чебоксара.